Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио, Алексей Орлов Сегодня мы будем беседовать с Валерием Михайловичем Лобовым Здравия, Валерий Михайлович Добрый день И поговорим вот на какую тему Тайны сказок Пушкина Вообще Пушкин это такая личность В нашей жизни и литературе О которой очень много на самом деле тайн Как выяснилось из предыдущей нашей встречи И сказки Тому являются подтверждением Вернее сказать не исключением Из этих тайн Но с другой стороны Ведь многие дети и взрослые уже люди Выросшие на сказках Пушкина Могут нам возразить Да какие там могут быть тайны Ну царь Салтан Сказочные образы Или там кто-то еще Золотой тоже самый петушок Какие там тайны могут быть Ну рассказал он сказку И рассказал Да хорошо написано Да все здорово Но не более того Какие все-таки тайны могут быть В сказках Пушкина Давайте с этого наверное начнем Ну Пушкин конечно Ничего не писал просто так То ли маленькие трагедии То ли сказки То ли любые произведения Они все несут Двойной, тройной Даже четверной смысл Поэтому я уже подходил к ним С точки зрения Как к кольцевому произведению Они все действительно написаны По кольцу Есть середина И когда видишь Насколько частей Можно разбить Ту или иную сказку Сразу как бы Рождаются образы Времени Которые он хотел показать В описании этой сказки Вот например сказка О царе Салтане И сыне его Гведоне Она очень длинная По времени Она захватывает Более двух преобразований России Вот с 1841 года Было преобразование По 20 год Мировоззрение менялось У нас общественное Остановилось С 20 по 98 год Менялась у нас экономика И все это уложено В этой сказке Притом даже там есть И как бы предисловие С 1833 И даже послесловие После 98 года До 2006 года Поэтому Надо подходить И как историческое Изложение В образах Нашей истории Вот так И вот С 1833 года Например Как там описано Что царь Салтан Уйдя на войну Ну Мы тут считаем так В 33 году С европейским Мировоззрением Ушел на войну Оставил Тайный архив На дону Пушкин Тем самым Он Зачал Новое русское Мировоззрение Которое Родилось уже После него К исходу Сентября 1841 года Потому что С 41 года Как раз Менялось Мировоззрение Так что Это не просто так К исходу Сентября Именно в сентябре 41 года Началось Началось Мировоззрение И вот С начала 41 года Царица Стала Жидать Царя Салтана С сыном Но Видят они Его В зеркальном Отображении Центра От начала Экономической Революции В 20 Году Только По шесть Двух Преобразований Только После 14 Сентября 98 С Началом Уже Управленческой Революции Наступление Золотого Века Руси Вот С этого Времени Началось Оповещение Учения Пушкина В Москве Мы с товарищем Приехали В это время Как раз В Москву И выступали По радио По телевидению Там Пушкинской Академии Нас приняли В общем Мы стали Как говорится Там На виду Постоянно И везде Старались Рассказывать Об этом Доклады Всевозможные Вот И вот Что же Такое чудо Отстав Это Оказывается Место Хранения Научной Рукописи Пушкина У донских Казаков То есть Сам по себе Новочеркасск А потом Когда Хранители Оттуда Переехали В другие Места И вот Когда я Познакомился С Рыбкиным Он в это время Уже жил В Таганроге То есть Получается Что это Чудо Остров Это Место Обитания Хранителей Научной Рукописи Пушкина Персонаж Например Там Есть Очень Удивительный Белка Песенки Поет Орешки Все Грузит Орешки Непростые Есть Корлупки Золотые Ядра Чистые Изумруд Так вот Из ума Руд Истину Добывала Белка Да Не просто Изумруд А из ума Руд Истинно Добывалась Белка Это вот Те Ученые Те Исследователи Которые Расшифровывали Произведения Пушкина То есть Раскрывали Тайну Его Кто же Такие 33 Богатыря Чешуя Как жар Горя Ну это 33 Круга Которые Менялись То диктатура То демократия Матта Из 32 Кругов Как это Если бы Матрица Можно было Показать Показали бы Которых Гведон И Салтан Принимали Торговцев Четырех Видов Товаров И вот Эти знания Служат Для Прогнозирования Исторического Движения Общества Ну К примеру 1851 Год Чудо Бухатырь Быстро Это Научная Рукопись Пушкина Обрастает Сопутствующими Книгами По теме Указанной Пушкиным До 14 С половиной Тысяч Книг И журналов И Наконец Оказался На чудо Острове В Таганроге Вот там Вот как раз Вот эти все Тома Были уже Собраны Дальше 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 В 1867 Году Год Тридцатилетия Смерти Пушкина Как вот У меня Было Все Пронумеровано Продатировано Царевна Лебедь Открыла Звидону Что Она Дева Ну Это Конечно Тоже Образ Особый Далее В 1905 Году Гвидон Принимал Торговцев Конями А на самом деле Это Ленин Год Рождения Которого Год Лошади Вот Коней Почему Принимали Так вот Он В Париже Встречал Хранительцу Научной Рукописи Зинаиду Рыбкину Которая По указанию Пушкина Ну В рукописи Передала Ему Важные Знания Для руководства Первого Преобразований Как В осени Написано Октябрь Вш Наступил И Заканчивается Куда Нам Плыть Положивший Начало Вот Этой 628 Летней Русской Просвещенности Взамен Европейцев То есть Европейцы Уходят А русские Приходят На такой Большой Срок Вот В 1942 Году Шла Как раз Отечественная Война И Этому Событию Показан Суровый Год Отечественной Войны Когда Гведон Принимал Торговцев Булатом А на Сужбе У него Были 33 Богатыря То есть Вот Он Вооружением Торговал Вот А В 79 Году Как раз Заканчивалось 150 Летнее Хранение Научной Рукописи Пушкина Вот Его Так Высвобождение Из Небытия А Мать Гведона В это Время Благословила Брак Гведона И царь Девицы Вот В зеркальном Отображении От центра То есть Получается Что Гведон Это Как бы Русский Человек Который Стремится Познать Постичь Эту науку А царь Девица Как раз Сама Эта Наука Вот Они Любовь Взаимная Получилась И Чудо-лебедь Обратившись К Стала Женой Гведона То есть Это Ранисе Объединяющие Славянские Звезда Во лбу И тюркские Народы А тюркские Под косой Луна Блести То есть Получается Звезда Славянская И тюркская Луна Полумесяц Вот Когда Гведон Передавал Привет Через торговцев Он Попенял Салтану Что Тот Обещал Приехать В гости И не едет Это Дата Как раз Окончание Тайного Хранения 150-летнего И Начало Поведания Свету Рыбкиным Рукописи Научного Мировоззрения Но В то время Никто Не Академия Наук СССР Ни Пушкин Сидон Ни ЦК КПСС Ни СМИ Короче говоря В полном Неведении Ну Рыбкин В своих Письмах Это Все Отразил И Я В своей Книге Потом Это Все Отметил Последняя Которая Тайна Ларца Пушкина Вот Четвертый Раз Салтан В 91 Году Непременно Захотел Удостовериться В чудесах Гведона И Я В то время Как раз Поехал В Таганрог И познакомился С Рыбкиным Вот получается Так что Я вначале Прочел Журнал А потом Захотел Удостовериться Вот В 95 Году Царь Салтан Отверг Уловки Сестер И Решил Ехать К сыну Гведону Этим Показано Создание После Смерти Рыбкина Общество Пушкинская Наука Как в Таганроге Так и В Ростове Дону И Первое Раскрытие Произведений Пушкина Сказок И Пиковая Дама Предложим Откровение Анна Богослова Кстати В 95 Году Было Вот И В 95 Году И В 96 Году Мы Выступали На международных Конференциях Цикла Природы Общества Ставали И Там Нас Очень Хорошо Принимали Всегда Ждали Мы Уже Привозили Свои Печатные Труды Туда Вот С 96 По 98 Год Продолжалась Наша Работа Естественно Пропаганда Знаний Пушкинских Сын Гведон Ждал Отца Салтана В это Наши книги Издавались Там Вот И В 99 Году Был 200-летий Юбилей Пушкина Гведон И Жена Гведона Это Получается Передовое Образованное Общество И Россия Встречала Салтана Пушкина Как Духовного Пастыря И Спасителя Русского Народа От Западной Цивилизации И В России В это Время Уже Вышел 26 Сирийный Фильм Неизвестный Пушкин Где Нас Тоже Засняли Мы Вначале Думали Что так Пока Игра Какая А потом Смотрим Вышел 26 Серийный Фильм По телевидению Показывали В Ростове В Москве И В других Городах В Москве Вышла Книга Кочура И Моя Русский Пророк Пушкин Мы Ее Совместно Написали Потом Чуть Позже Месяцем Вышла Моя История Пушкина Круг 25 Это О 1829 Годе Когда Пушкин Передавал Свою Рукопись На дом Кутейникова Наказному Атаману Там Все По датам Рассчитано Все И стихи Его там Показаны Были И Вот Это Перемещение Которое Нигде Никогда Никто Не Рассказывал То есть Это Было Как Бзрыв Большой Книга Вышла Правда Небольшим Киражом Тысячу Экземпляров Но Большая Крупная Такая Вот А В 2005 Году Когда Свати Баба Багариха Там Ткачиха Испугается Попрячется Но Будут Отпущены В Асоясе Из России На все Четыре Стороны Вот Тогда Как бы Появился У нас Герб Корона Российской Империи Ну То есть Это Троица Вот Это Европейская Бабариха Павариха И Испугаются Значит Уже И Почувствуют Что Что-то Для них Неладное Пришло И Вот Все Годы Хранители Рода Кутейникова Рукопись Хранили Пушкина В образе Торговцев Кутцов Исполняли Роль Связных Между Передовым Обществом России Гведоном И Пушкиным Салтаном Вот В 2001 Году По 2002 Год Жена Гведона Встречает Салтана А в Это Время Мы Делаем Доклады Московских Библиотеках Институтах И Политехническом Музее Выступаем По Радио И Издаются Работы По Расшифровкам Гавриляды Вот Сказки Борис Годунов Матрицы Строятся Кольцевую Маленькие Трагедии Граф Нулин Кавказский Пленник То есть Вдруг Ни с того Ни с сего Как Начал Раскрывать Пушкин Свои Тайны Что В общем То Это Было Что То Невообразимое То есть Мы Сами Не Верили Что Такое Может Быть У Пушкина Скрыто Много Тайм Таких Которые Он Сделал Для Нас В принципе Матрицу Сейчас Не показать Это Но Поверьте Что Там Очень Все Закономерно Красиво Зеркально Вот По поводу Этой Сказки У меня Все Интересный Расклад Получается Наверное У наших Радиослушателей У многих Может возникнуть Вопрос А зачем Нужно Было Прятать Пушкину В детской Сказке Столь Много Образов И предсказаний На будущее Неужели Нельзя Было Написать Россию Тогда Ждет Вот Это Вот Это И Дело Закончится Тем То Тем То Он Предвидел Что Будет Препятаться Он Знал В какое Время Появится Группа Людей Которые Начнут Раскрывать Все Тайны И И Поэтому Он Продублировал То Что Он Написал Научной Рукописи Там Было Все Написано По Годам Что Будет Когда Будет Но Мы До Сих пор Этого Не Видим А Сказки Так или Иначе Уже Появились И Раз У нас Есть Ключ К Этим Сказкам Мы Начинаем Открывать И Сразу Видно Что Почему Вот Сказка О рыбаке Рыбке Казалось бы Вообще Там Ничего Переборщила Старуха Слишком Много Хотела И Все Рыбка Махнула Хвостиком А ведь Просьб Было Так Всего Четыре А Четыре Фазы Развития Когда Четыре Фазы Заканчиваются Начинается Следующий Круг На 314 Лет Тоже Четыре Фазы Значит Получается Что Когда Была Разбитая Корыто Она Просила Просила И Вдруг Четыре Исполнились И Когда Попросила Еще Владычица Морской Опять У Разбитого Корыта Ну Сейчас Я постепенно Так Вот Расскажу Как Чтобы Было Понятнее Это Ну Конечно Начали Она Была Опять Посчитать Ритм Государства Потом Середину Найти Потому Что Вообще Это Все Сказки Они Так Постойные Поэтому Приходится Вот Разбивать Золотая Рыбка Это В принципе Чудо Народ Наш Русский За Своё Освобождение Исполнял Все Просьбы Старика Члена КПСС То есть Получается Старуха Как бы Является Самим ЦК А Старик Является Как бы Членом Только Этого ЦК Старуха Чуждая Народ Старуха Пыталась Управлять Народом И Стариком Это Рыбкой И Народ Показал Что Тот Кто Пытается Сесть На Него Тот Там И Слезет И Вот Поскольку Все дела По Четыре Четверти А Здесь В этой Сказке По 19 Лет 8 Месяцев С 20 По 98 Год То Круг Начинался Разрухой После Гражданской Войны Разбитым Корытом Первая Четверть Сказки Кончается В 1939 Году Когда Появилось Первое Желание Старухи О Новом Корыте И Начался 39 Летний Круг Общественного Образа Жизни С 1939 По 1979 Год Поэтому Как бы Разворачивается Улучшение Нашей Жизни Вторая Четверть Сказки Кончается В 1959 Году Когда Исполнилось Третье Желание Старухи Стало Столбовой Дворянкой И Вот В центре Сказки Описывается Образно Оттепель При Хрущеве С 1959 Года Когда Портократы Больше Внимания Стали Уделять Своим Частным А не Общественным Интересам То Достаток Новая Корыта Изба Терем Сменился Изобилием Царскими Палатами И Третья Четверть Сказки Кончается В 1979 Году Когда Исполнилось Четвертое Желание Старухи Стала Грозной Царицей Но В это Время Наступает 39-летний Круг Частного Образа Жизни Это По кольцевой Пушкинской Науке Все Разбито До 1939 Года Был Частный Строй Потом Был Общественный А 1979 Года По 2018 Год Опять Частный Строй Получается И Вот Четвертая Четверть Заканчивается Недостатками После Перестройки Снова Разбитая Корыта Вот Четыре Раза Пушкин Пишет Не печалься Ступай Себе С Богом Четыре Раза Пушкин Пишет Еще Пуще Старуха Вздурилась Но Пятый Раз Попрошает Рыбка Старика Чего Тебе Набавно Старчик Пятый Раз Ничего Не ответила Рыбка И Вот Как Подверждал Пушкин В домике В Коломне Как Весело Стихи Свои Вести Под Цифрами В порядке Строй Застроен Не позволять Им Сторон Убрести Как Войску В пух Рассыпанному Боем Поэтому Пятое Желание Чрезмерное Вышло Бы за Рамки Сказки 224 Строки И потому Не исполнилось Это Хороший Кстати Наглядный Пример Четырех Частно Умеренного Соразмерного Движения Всего Сущего Во Вселенной По То есть Все Что Существует Во Вселенной Все Подверженное Четверх Частному Движению Причем Пушкин Так Подсчитал Строки Событий Что Каждое Пожелание Старухи Исполняется Вдвое Труднее Например Первое Желание Старухи Описывается Семью Строками Второе Желание Четырнадцатью Третье Двадцатью Восемью А Четвертое Пятердеся Шестью Шестью Но Если бы Была Пятая Она Должна Была В 112 А Тут Всего Двести Двадцать Четыре Строки То Есть Она Бы Не Поместилась Тут Ну Вот Я Могу Прочесть Показать Как Разбитая Сказка Например Пополам Делится Недостатки Излишества В Недостатках У Нас Тоже И Пара Противоположности Недостатки Умеренность А В Излишества Безудержность И Чрезмерность Завершает Круг Ну Все Повторять Не буду Я Рассказал Практически Можно Было Конечно Показать По годам Восемьдесят Третье Там Девяносто Третий Год Вот Пятьдесят Девятый Ну Это Я Сказал Что С Двадцатого Года По Девяносто Восьмой Год Описано И Советская Власть Власти ЦК КПСС Коммунистов И конечно Потом Показано Что они Уже Чрезмерно Захотели Жить Шикарно Ну А По законам Вселенной Их срок Закончился К девяносто Восьмому Году Наверное Закономерным Вопрос Может быть Если уж Мы говорим О том Что Это Круг То Круг Имеет Свойство Повторяться И Из-за Определенной Точки Опять Начинаться Какое-либо Действие Должно Так вот Если Мы говорим Про сказку О золотой рыбке То в этом случае У меня лично Возникает вопрос Думаю Будет интересно Нашим радиослушателям А можно ли Сейчас Проецировать Сказку О золотой рыбке На будущее И предсказать Что нас ожидает Нет Это он Специально Нам показал Что Если У нас Коммунисты Пришли к власти Были ведущими Они меняли Экономику Когда наступает Другой круг То приходят Совсем другие люди Ведь в следующем Круге У нас должно Меняться Правление Коммунисты Были Правление У них было Частное Царское Ведь Ни Ленина Ни Сталина Ни Брежева Никто не убирал Они сами Своим кружком Избирали Секретаря И все Народ в этом Деле не участвовал Потому что Правление Было до 98 года Частное А вот С 98 года Должно быть У нас По типу Казачьего самоуправления Выборы Должны идти От 10 человек Потом Сотни Тысячи И тысячи И десятитысячи И до главы государства Ну это Сейчас еще Будем говорить Рано Но Кстати В 98 году Путин Нет Ельцин Подписал указ О местном Самоуправлении Ну поскольку Он был в окружении Американцев Они это Просто-напросто Положили В урну И все А Путин В 2006 году Повторил указ О местном Самоуправлении Но опять Таки Это пока Еще Невозможно Потому что В России С убийством Николая Второго По пророчеству Авеля Наступает Столетняя Жидовская Ига Вот оно С 18 По 18 Год Не дает Возможности Полностью Развернуть Народную Власть Это вот К тому Что Сказка Рыбаки и рыбки Только о советском Времени А вот Конек-горбунок Там уже Более шире Конечно Идет Но конек-горбунок Ведь Там везде В аннотациях Авторство Приписывается Ершову Петру Ершову Ну это Сейчас мы Раскроем Этот Ларчик Значит Пушкин В домике В Коломне Нам сделал Очень много Намеков Вот он Пишет Ведь в домике В Коломне Там мужчина Переодевался В женщину Да И вот он Как бы нам Тоже намекает Здесь имя Подписать Я не хочу Порой я стих Повертываю Круто И в другом Месте Пишет Впервые Хочу послать Свою тетрадку В мокрую печать То есть Он свою сказку Посылает В печать Где Не указано Его имя А под чужим Именем А написать Он задумал Еще в 1825 году Он еще Жил в Михайловском Вот И нарисовал На листе Бумаги Как бы Образы Конька Горбунка Кобылицу Нарисовал Потом Двух коней Которые Она родила И Конька Горбунка Ну что удивительно Конек Горбунов С Бакенбардами Как у Пушкина И Что еще Удивительно Наверху Отпечаток Пальца Вот как будто Хотел Сказать Что ребята Вот если вы Посмотрите Мой отпечаток Пальца Но у нас К сожалению Не с чем сравнить Там вот Как раз он взял И прямо Чернилами Намазал И сделал Отпечаток Пальца Показать Что это я Ну в принципе Действительно Тут уж Больше никто Ершова Там не было Близко Рисунок Пушкинский Всем понятно Вот И Есть Предупреждение Что Пару коней Можно продать Но конька Не отдавать Ну естественно Конек Горбунок Сам Пушкин Только он может Так сказать Помочь Нам проникнуть В тайну И мироздание И истории Нашей Вот И Вот За За время Пока он Написал Эту сказку До 34 Года Это 8 Кругов Прошло По 64 Недели И только Тогда Было Напечатано Оно Конек Горбунок Дело в том Что и конек Горбунок И 3000 Его произведения Все написаны По кольцевому закону Поэтому мне удалось Сейчас вот Найти Еще Больше 40 произведений Пушкина Которые Надо Издать Они Тоже Все Написаны По кольцу Поэтому Пушкинский дом И не смог Добиться Таких Вот Удивительных Находок И В освещении К первому Изданию Сказки Которое В апреле 34 Года Сказал Читатели Сами Оценят Ее достоинства Он Якобы Пишет Об авторе Другом А на самом деле Он о себе Пишет Удивительную Мягкость И ловкость Стиха Точность И силу Языка Любезную Простоту Веселость И обилие Удачных Картин Между Которыми Заранее Помянуем Одну Описание Конного Рынка Картину Достойную Стоять Наряду С лучшими Местами Русской Легкой Поэзии Вот И Александр Ланцев В газете Автограф Еще в 1997 Году Поместил Статью Верните Лошадь Вот на рисунке Кобылицы Лошади Да И вот он Какой-то Интересный Такой Заначало Мне он Предположил Что сказку Конек Горбунов Написал Все-таки Пушкин А 18-й Лей Судьбе Шов У которого Только что Умер Отец Летом 33-го Года Переписал Ее по просьбе Пушкин И дал Своим Именем Ну это Понять Потому что Скрыть От строга Печать Ее До своей Смерти Ибо Там Оказана Смерть Царя А у Него Уже От Золотого Петушка Один Царь Погиб Значит Тут Еще Не Хотел Чтобы Еще В котле Свалился Другой Поэтому Он Решил Вот Так Вот Использовать Ершова И Пушкин Писал Интересно Он Как раз Уже Готовил Печать Этого Конька Горбунка Пишет Жене Своей Из Старых Моих Приятельницы Нашел Я Одну Белую Кобылицу На Которая Я Съездил Малинники Но И Та Уж Подо Мной Не Пляшет И Не Бесится А В Коньке Он Пишет Молодая Кобылица Задом Передом Брыкая Понеслась По Полям По Горам И По Лисам То Заскачет То Забьется То Вдруг Круто Повернется Но Дурак И Сам Не Прост Крепко Держится За Хвост А В 1855 Году Аненков Упомянул Сказку Теперь Забытую Так Первые Четыре Стиха Этой Сказки По Свидетельству Смирдина Принадлежат Пушкину Удостоившему Ее Тщательного Просмотра За Горами За Лесами За Широкими Морями На Небе На Земле Жил Старик В Одном Селе И В Архиве Смирдина Который Принимал У Ню Эту Работу Перечне Бумаг Есть Запись Пушкин Заглавие И Посвящение Конька Горбунка То есть Он Специально При всех Написал Начало Которое Потом Зеркально Отражается В конце Ну Никто Не знал Что Все Написано По Зеркалу Тут Видно Сразу Что Здесь Он Написал Но Он То И Все Остальное Написал Конечно По Кольцу Ну Можно Было Два Отрывка Писать Как Вот Он Описывает Что Настолько Они Шикарно Написано Вот Мы Прочем Это В Это Время Тот Отряд Приезжает В Конный Ряд Он От Можества Народу Нет Ни Выходу Ни Входу Так Кишмя Вот И Кишат И Смеются И Кричат Городничий Удивился Что Народ Развеселился И Приказ Отряду Дал Чтоб Дорогу Прочищал Эй вы Черти Босоноги Прочь С дороги Прочь С дороги Закричали Усачи И Ударяли Бечи Тут Народ Зашевелился Шапки Снял И Раступился Перед Глазами Конный Ряд Два Коня В ряду Стоят То есть Пара Молодые Вороны Бьются Гривы Золотые Мелкие Кольца За Видой Вот Видите Волны Показано Хвост Раскинут Золотой И Алмазные Копыты Крупным Жемчугом Обиты Городничий Зелился И Два Раза Перекистился Чуден Молвил Божий Свет Уж Каких Чудес В нем Нет Весь Отряд Тут Усмехнулся Сам Глашатый Заикнулся Городничий Между Тем Наказал Пристрого Всем Чтоб Коней Не Покупали Не Зевали Не Кричали Что Он Едет Ко Дворцу Доложить О том Царю За царем Стрельцов Отряд Вот он Ехал Конный Ряд На колени Все Тут Пали И Ура Царю Кричали Царь Раскланился И Вмиг С колесницей Конем Прыг Круг Коней Он Ходит Хвалит То Потреплет То Погладит И Довольно Насмотрясь Он Спросил Оборотясь К Окружавшим Эй Ребята Че Какие Жеребята Кто Хозяин Моя Пара По Науке И Хозяин Тоже Я Ну Я Пару Покупаю Продаешь Ты Нет Меняю Что В промен Берешь Добра 2-5 Шапок Серебра То Это Будет 10 Царь Та Час Велел Отвесить И По Милости Своей Дал Прибавок 5 Рублей Царь Та Был Великодушный Автор Обычно Конечно На обложке Своей Пишет Дарсон Подпись И Надо Было Думать Что У Пушкина На полке Стоит Конек Глок С Подписью Дарсиной Автора А У Него Этого Нет Но Зато У Него Есть Полка Особая Где Стоят Книги Ну Как Б Пушкина Но Без Подписи И Вот В Домике В Коломне Он Писал Что У Него Есть Отведена Особая Полка Стоят Где Книги Различных Литературной Мистификации Вот Но Об этом Латцев Догадался И Написал И Вот Он Писал Через Латцев Через Три Или Три Года После Кончины Пушкина Ершов Надумал Востребовать У Сеньковского Недополученную Семь лет Назад Часть Журнального Гонорара А Сеньковский Ответил Резко И Вроде Не По протекции Сеньковского Состоит На службе Получает Порядочное Учительское Содержание Это С него Очень Довольно Ничего Не следовало Получить И не Будет Следовать Таким Образом Между Строг Но Довольно Внятно Бывший Студент Был Обозван Нахальным Попрошайкой Ну Все Исследователи Признают Что После Конька Ершов Не Создал Ничего Раноценного Да И я Проверил Конька По законам Вселенной И вынес Заключение Что только Это произведение Написано По-пушкински А все Остальные Произведения Ершова Совсем Не так И что Удивительно Ведь Пушкин Заранее Знал Как бы Судьбу Ершова И написал Сказку По Кольцу Там В конце Концов Пушкин Иван Ищет Кольцо Для Царь Девицы И вот Она А Ерше В образе Ерша А Ершове Пишет В образе Ерша Все Объехали Моря И того Ерша Гуляку Крикуна И Забияку Где бы Небыло Нашли Государю Привели Дальше Гляд В пруде Под камышом Дорж Дерется Скоростью Или Другое Ох ты Вечный Гуляка И Крикуна Забияка Все Батрян Тебе Гулять Все Драться Докричать Дом Нет Ведь не Сидится Следующее Ерш Нурваться И кричать Будьте Милостив Братцы Дайте Чуточку Подраться Распроклятый Тот Карась Поносил Меня Вчерась Причеснул При всем Собрании Басурманской Разной Бранью Долго Ерш Еще Кричал И последнее Где ты Вражишь Сын Шатался Птица Дневом Закричал На колени Ерш Упал И признавшись Преступление Он Спрашивал Прощения А в Черновике Домика В Коломне Пушкин Опять Написал Уж Что-то Неожиданной Развязкой Я все Журналы После Взволновал Ну Настоящее Исследование Сказки Началось С деления Сказки Вначале На пару Частей Потом На 4 На 8 На 16 Вот И получились И возрастающие Затухающие Колебания И вот Матрица В порядке Малом Имеет Вначале Круг Образ Иван Выполнил Задачу То есть Он Когда Опять Спал Дежурить Он Выполнил Задачу Вот И в конце Заканчивается Иван Выполнил Задание Но уже Задание Царя Став Главой Новой Семьи Но уже Государственного Уровня И вот Матрица Имеет Пару Противоположностей Эпох Царь Без Науки Это До И царь Девица Сама Наука С новым Царем Иваном После Вот Такие же Противоположности Есть Во всех Троицах Например В первой Половине Сказки Есть Образ Нахождения Пиража Птицы И предупреждение Ивану О возможных Неприятностях А в Противоположной Части Матрице Образ Неприятности Пришедшие От спальника К Ивану Из-за Пиража Птицы То есть Что посеешь Что пожнешь Он Взял Пиража Птица Его предупреждали Не бери А он взял Ну вот Получил За это Таскать Нагоняй Пришлось Еще идти Искать Другие Вещи Которые Царь Подскажет И вот Все произведения Конек Горбнов Делится На равной части По 224 Что Соответствует В целом 4408 Или 12,5 лет С 92 Года Вот И До 2004 И Начало Выдачи С 92 Года Как раз Началось Выдача Приватизационных Чеков И Ведь Смотрите Начало Пропадать Зерно А почему Начало Пропадать А потому Что Началась Приватизация И кто-то Что-то Начал Задать Чужое Вот Это Как раз И Пушкин Пишет Эх Эх Я так Вот Какой Наш Воришка И Вот До 2004 Года Там Шли Выступления Наши Библиотеки Ленина На конференциях А в 2004 Было Открытие Памятника Пушкину В Рязани Как В России Был И Там Написано Пушки С крепости Полят Трубы Кованы Трубят Вот Ну По уточненному Вырисовываться Такой План Вот Ивана Не Читают Хозяином Доме А в конце Молодому Ивану А не старому Царю Суждено Царствовать Потом Иван Сказал Что только Он Семье Поступил По-хозяйски А в конце Ему Зеркально Старый Царь Хочет Омолодиться Чтобы Жениться Дальше Братья Украв Двух Коней У Ивана Поступили Не по-хозяйски А Иван Вручает Перстень Царю А тот Хозяйки То есть Он Здесь По-хозяйски Вернул Как бы Науку Хозяйки Кольцо Это И Например Иван Оставившим Себе Найденное Перстень Суждено Хлопе Ну и Тут В зеркале Идет Наход Перстень Суждено Ну и В середине Получает Начальник Ивана Назначают Стременным А потом Приказал Ивану Достать Царю Девизу Девизу Короче Здесь Двадцать У меня Все Идут В зеркальном Отображении Подтверждаю Что только Пушкин Так мог Написать Причем Когда я начал Исследовать Сравнивать Две Два Издания Пушкинская Тридцать Четвертого Года И то Что Испортил Потом Сам Ершов Он Добавил Туда Двести Двадцать Пятствий Строк А сами Представляете Что значит Вместить Клеточку Вместо Четырех Строчек Там Двадцать Предложим Это Сразу Распирает И она Разрывается И зеркало Сразу Исчезает То есть Вот то Что я построил Зеркальность Она У Ершова Не получается Причем Помимо этих Двуссот Двадцати Пяти Строк Он Пятьсот Строчек Испахал Так что Там Пушкина И нет Поэтому Мы сейчас С вами Покупаем Сказки Только Ершовскую Получается Там Замысел Пушкина А все Написал Практически Там Испоганил Ершов Надо Вот Эту Книгу Обязательно Пересдавать И вот Моей Новой Книге Где Все Пушкинские Произведения Которые Я проверил По кольцу И там Живет И Пушкинский Текст Конька Горбунка Вот Кратенько Об этом Краске Как видите Везде Кольцевая Наука И стоит Видимо Он И писал По кольцу Чтобы В итоге К нему Не приступился Пушкин Сидом Ненавидит Пушкина Если Они Взяли И сдали Под своим Крылом Тень Баркова Которая Не имеет Ни кольца Ни нравственности Ни смысла А только Грязь Похабная Грязь Ну Они Сами Себя И уронили Этим Самым Поэтому Пушкин Чисто Во всем Писал Правильно Продумано Исторично Вот Так что Возвращаясь Все-таки К авторству Получается Что Пушкин Написал Четыре квадрата Где Определенное Количество Строк И В дальнейшем Ершов Имел Какое-то Самоупраство Ну да Скин Умер А он захотел Деньги А ему И даже За это Не дали Ну я знаю Что это не он Ну чему-то Напечатали Ну видимо Там же Другой Был издатель Поэтому Не подумав Он там Много Слов Пушкинских Заменил Псевдонародными И они Так не вяжутся Там Некрасиво Все Ну это Надо Почитать Сравнить Может даже Отдельно Показать Два параллельных Текста Я просто К этому Не готовился А так Можно было бы Прочитать Что вместо чего В общем Смешно иногда Читать Бывает Что он Написал Валерий Михайлович А вот Изначальная рукопись Или изначальное Издательство Пушкина Оно Каким-то образом Сохранилось Что вот вы Готовы к переизданию Сейчас Нет Ну дело в том Что то что Издавалось Тогда Оно же Сохранилось В сами Книжки Книжки И я У памятника Пушкина Купил Вот эту книжку Которая И так и Называлась Пушкин Конек Горбунов Я когда Сравнил То И этот Текст Они совсем Разнятся Я Потом Разбил Цветами Выделил Что Ершов Написал Что Пушкин Вот у Пушкина Короче Естественно Все Зеркальность Имеет У того Сразу Все Исчезло Текст Это Сохранился Конечно То есть Сакральность Ушла Да Да Полностью Ничего Там Не вставили Когда Ожидается Выпуск Выход Книги Уже Где будет Представлена Рукопись Пушкина То есть Изначально Я думаю Следующий год Очень важный Потому что 180 лет Со дня Убийства Пушкина И 200-летие Окончание Лиции И поступления В тайную Коллегию Иностранных Дел Он выполнял Роль Шифровальщика Письма Писем Которые Послам Посылали Вот И разведчика Он же ведь Все Слушают Что Пушкинский Дом Пишет Вот он Везде Был На веселе То в театре То в ресторан То и все А он же должен был Вращаться Среди иностранцев Он должен был знать О чем они говорят Он В лице Их обучили Трем языкам Он знал А к концу своей жизни Ведь он Не только В молодости Служил Коллеге Иностранных дел Он и после 31 года Тоже снова Служил Он 14 лет Служил в академии Не в академии А коллеги Иностранных дел Он был Контрразведчиком А его друзья Которые Послали Послами Они были Разведчиками Их к этому Готовили И вот Пушкину Помогали Вот эти 14 языков Он уже Любой Разговор Мог понять Что к чему И докладывал Потом свое начальство А начальство Уже докладывало Царю Кто что задумал Об этом Никто никогда Не пишет нам То есть тайна Покрытая мраком Пока Да Для народа Вы знаете Когда Ухоз Попал туда Ему пришлось Такие документы Под разглашение Тайны Под Страхом Смерти Даже Там Даже Какая-то Бумага Была Петра Первого И ее Надо было Прочесть И подписаться Что прочел И согласен И все Прочее Так что Потому-то И никто Не знает Ведь кто же Расписывает Рассказывает Как там он Работал Это Нельзя было Мы только знаем Что он там Занимался А служба Это занималась Разведкой Контрразведкой Безопасностью России Занималась Если в сказке О золотой рыбке Столько много Интересного Все скрывается Боюсь предположить Что же скрывается В Руслане и Людмиле Да Руслан и Людмила Я тоже Ее расшифровал И Это как раз Суще советское время Плоть до Ну До 96-го года Чуть-чуть Затянул Как апокалипсис Но параллельно И поэтому У меня получилось Так что На странице Дается Один стих Откровения Который Имеет длительность 28 дней Идет 28 строчек А 28 Это число Осириса Вот Зида поливала Умершего Осириса Струйками И Струйка Там нарисовано Прямо Что она поливает Седьмой росток То есть Недельный ритм Это наименьший Ритм человека А Здесь Четыре недели Вот Показано У меня Откровения Четыре недели Ляпушки И Четыре Эксограмма Китайской книги Перемен То есть Такая сразу Мощная Информация Что Все это Едино Целое Если Китайская книга Перемен Образами Совпадает С пушкинскими Стихами Это уже Ребята Такое дело Что Видно Что Не просто Так работало Это адская работа Чтобы так написать Да уж Да уж Меня еще интересует Почему Например Название Пушкина Сказка о царе Салтане Всегда приводится Именно вот так Сказка о царе Салтане А не приводится Полное название Сказка о царе Салтане О сыне его славном Могучем богатыре Князе Гведоне Салтановиче И прекрасной Царевне Лебеде Да да Когда полностью Мы читаем Тогда понятно Здесь очень много Становится Да конечно А почему-то Нам всегда Вот сказка о царе Салтане В усеченном Таком формате Подается Во-первых Они сами не понимают Пушкинский дом Это в общем-то Гнездо мракобесов Их конечно Надо обязательно Всех оттуда выгнать И забрать Рукописи Эти Пушкинские А то они уже Иностранцам дали Фотографировать их Они все увезли К себе туда А у нас В магазинах И нигде нельзя было Купить их Если мы говорим О Пушкине То наверное Нам не следует Упускать Из внимания Такого персонажа Интересного В его жизни Как няня Арина Родиона Но вот здесь Что-то можно О ней рассказать Потому что Ведь многие Сказки Как говорят Опять же Пушкинисты Они были навеяны Изначально ей А дальше Пушкин уже Их обращал Оборачивал Не все Несколько сказок Пушкин прямо Записал Дословно Что она ему Говорила Есть В полном собрании Сочинений Вот Он записывал От нее Многое Но Поскольку Это была Народная сказка А Пушкину Хотелось Под видом Этой сказки Показать Наше будущее О советском Времени Поэтому Приходилось Очень многое Там Изменять Если Почитать То и то То Они совсем Никак не стыкуются Он только Образ Он всегда Старался Прикрыть Чем-то Чтобы Право Сказать Нам о будущем А как Расскажешь Не будешь Прямо писать Что коммунисты Там Будут Такими Потом Такими Он В сказке В шутку Вроде Написал А когда Мы Поначали Все это Смотреть Ведь Не просто Так Он взял Написал Кстати говоря Рыбкин Который Хранил Эту рукопись Он Написал В одном Письме Журнал Что Руслан Людмила Расшифрует Только В 21 Веке А Мне удалось В 95 Году Раскрыть И Даже Соединить С Откровением Она Богослова И Показать Две Матрицы И Сказки И Откровение Она Богослова В трех Измерениях Это Вообще Конечно Чудо Так Все-таки Арина Родионовна Это Кто Наблюдательница За ним Няня Или Все-таки Ее Нет Нет Миссии Не было Он Просто И Сему Излял Пользу Что Его Обружало Не Было Конечно Там Она Не Была Ведунья Какой Там Нет Она В сказке Ее Когда Читаешь Смысла Который Пушкин Вложил В своих Произведениях Это Просто Кто-то Придумывает Вот так А объяснить Ничего Не Объясняет Если Мы Про конька Горбунка Начали Говорить В свое Время Меня Удивлял Персонаж Который Там Присутствует Кит Вот Этот Кит Он Что-то Олицетворяет Или Просто Так Для Связки Я Долго Тоже Бился Потому Что Он Тридцать Корабли Загнул И Не Мог От Них Освободиться Я И Так И Сяк Что-то Вот Я Здесь Тоже Затоняю Сказать Что Он Означает Ну Какая-то Организация Все-таки Сковала Какую-то Инициативу Чью-то Но Потом Надо Заниматься Потому Что У меня Слишком Как Б Много Хочется Открыть И То И Другое Треть Иногда Начинаешь Одно Увлекаешься На год На два На три А потом Вспоминаешь И уже Еще что-то Наступает Короче говоря Дел Много А работник Один Понятно Ну вот Очень Интересно На самом деле Персонаж И почему Он был Наказан Почему Он столько Время Находился В неподвижном Состоянии Потом Отпустил И Стал уже Помогать Достал Тот самый Сундучок Волшебный В котором Вся Искрывалась Суть Так что Очень Интересный Персонаж Непростой Непростой К тому времени Откроется Это все Может быть Даже Сейчас Вы Задали Попрос Может Книги Я уже Постараюсь Собрать Я вот Сейчас Записал И обязательно Доматрю Чтобы Уже В книге Было Открыто То есть В следующем Году Должна Выйти Эта книга А если Мы говорим Об острове Буяне Которые Сказки О царе Салтане Там Сначала Он был Пустынный Потом Вдруг Появляется Город И Новые чудеса В этот город Начинают Прибывать То там Белочка То Вот эти 33 богатыря Дядька Черномором То потом Сама царица Вот эта Лебедь Естественно Как объяснить Что сначала Был пустынный Остров А потом Вот он стал Наполняться Чудесами Это какое-то Есть объяснение Ну Во-первых Когда описывается Советское время Мы же сразу Стали богатыми Как бы Да Вот Мы вначале Вообще были Разрушены В 20-е годы Там 30-е Коллективизация И постепенно Постепенно Мы строили Новые заводы Там Днепрогресс И все прочее Мы постепенно Стали жить лучше Вот это и показано Все Постепенно Улучшение жизни Вот Ну в книге Там будут прямо Даты стоять Сразу можно будет Видеть Что и как А эта книга Когда она уже Выходит Еще раз Уточните Ну вот В будущем году Если не получится К февралю То есть К 180-летию Смерти Пушкина То скорее всего Это в июне К 200-летию Окончания Лицея Мы говорим Про издательство Белой Альвы Да нет Почему Белой Альвы Это уже Может быть Какое угодно Издательство Потому что Эта книга Особая Ее надо Издавать Не в 500 экземпляров Не в 1000 экземпляров А по крайней мере Хотя бы Для начала 5000 издать Надо Поэтому здесь Государственное Должно быть Издание Или должно Финансирование Какое-то Быть Более серьезное Ну Дело в том Что Такие вещи Должны Финансироваться Не частным Лицом Каким-то А государством Вот я сейчас Готовлю Письмо Удину Потом Министерство Центуры Посмотрю еще Куда Может думать Напишу Ну надо Продвигать Это дело уже Когда у меня Уже будет Явная Работа Закончена Я еще Там много Добавлений У меня Комментариев Надо много Писать Пока Она у меня Не готова Хорошо Если мы Заговорили О делах Государственных То такой вопрос Возникает А какой Интерес Государственным Мужам В том Что будет Издана Такая книга Что они Получат Для себя Лично И что Получит Государство После выхода Этой книги В большом Количестве Ну Во-первых В такой Юбилейный Год Двусотлетний Слава Пушкина Должна Подняться А значит И государство Которое Приоткрыло Так сказать Взгляд на Пушкина Совсем Другого Как ученого Не просто Поэт А ученый Я думаю Что Конечно Частников У нас Хватает Но 18 Год Тоже Близко И поэтому Быстрее Появятся Такие люди Которые Помогут Издать Эту книгу Сейчас Их Мало Предположим Да Но Их С каждым Месяцем Будет Все больше И больше Мы в 2018 Году Вообще Войдем В общественный Строй Там Все Будет Делать Государство Но Государство Опять-таки Другого Типа Потому Что Не Коммунистическое Пополение А будет Будное Пополение Местное Самоуправление Малые И большие Общины Будут Сами По себе Управляться Платить Государственную Козлу Определенный Доход И Решать Все вопросы Будут Сообща Конечно Это Не будет Того Что Один Генсек Решил Или Один Президент А Будет Решать Народ Обсуждать Предлагать И В конечном Счете Будет Это Вливаться В общее Решение То есть Такая Народовласти Вот Остается Один год По сути Семнадцатый Год И Восемнадцатый Мы уже Должны Будем Перейти А есть Какие-то На ваш взгляд Объективные Предпосылки Для того Чтобы Это Случилось Потому Что Предсказание Предсказанием А жизнь Жизнью Насколько У нас Есть Вероятность Того Что Предсказание И Расчет Это Разные Вещи Предсказать Может В Англии Кто-то Еще То ли Будет То ли Нет А здесь Идет Закономерность Мы сейчас Находимся В пятилетке Активности До Апреля 2018 Года Поэтому Все Силы Сейчас Нам Даются Которых Нет Ни Одного Государства Ни Одного Народа В мире Потому Что По закону Сохранения Энергии Все Что Имели В свое Время Европейцы Сейчас Перекочевало К нам И Ум И Ресурсы Всевозможные И Сами Складываются События К нам На пользу Ведь Перестройка Это была Тоже Польза Для нас Ведь Мы Стали Сильней Преодолели Это И Стали Чище Лучше Это Кто-то Пострадал Кто-то Разорился Или Кто-то Наоборот Обогатился А в Конечном То Счете Народ Становится Сильней Когда Побеждает Эти Препятствия Так Что Двоя Любое Событие Тем Более Испытание Перестройкой Это Описано В Апокалипсисе Вот И Ньютон Писал Что Все Думают Что Это Пророчество По нему Можно Что-то Предполагать А он Говорит Нет Когда Исполнятся Все эти События Тогда Мы Увидим В Образах То То Что Это Должно Быть И Избежать Это Невозможно И Вот Это Все Представлено В сказках Пушкина В сказках Везде Хорошо А Что Что Необходимо Делать Каждому Человеку Живущему В России Для того Чтобы И Расчет И Предсказания Чтобы Они Сбылись Чтобы В восемнадцатом Году Россия Все-таки Вошла В новый Этап Развития Дело В том Что Мы Думаем Что Мы Что То Можем Сорганизоваться Нет Это Настолько Незримо Но Возди На Нас Солнце Сходит И Потихоньку Начинает Нагревать Землю Растения Человек Уже Начинает Прятаться В тени Одевает Шляпу Какую-то Длинную Одежду Чтобы Не обгонять То есть Вот Эта Постепенность Эта Медленность Событий Которые Сейчас Происходят Они Невольно Нами Воспринимаются И Люди Разного Типа Их 64 Типа И 64 Типа Отчастников 64 Типа Общественников Есть Половина Нас Славянские Народы И Половина Тюркские Народы И Все Каждый По-своему Это Все Воспринимает Но В сумме Решается Проблема Восстановления Полного Хозяйства Наравственности И Силы Силу Мы видим Сейчас Уже Идет Усиление А все Остальное Идет Видимо Даже Такими Делами Которые Мы с вами Занимаемся Культурой Которая Поднимает Настроение Людям Уверенность Дает Ведь Разве Объяснишь Человеку Что там По волне Сейчас Вот То-то То-то А когда Рассказываешь Смотри По сказке Вот так Идет Взлет А тут Падение И Человек Начинает Понимать Что у нас Так же Может быть Конечно Понятно А в чем Получается Так Сказка Ложда В ней Намек Кто познает Тем урок Да Да Конечно Сказка Нас учит Это понятно Что ж В заключении Нашей передачи Я предлагаю Не отходить От нашей традиции И Пожелать Что-то доброе Вечное Нашим радиослушателям С учетом Тематики Нашей передачи Тайны Сказок Пушкина Вот Есть еще Сказка О папе Работнике Обалденно Сказка О золотом Петушке Есть Ну это Видимо В 2 раз Можем Рассказывать Хорошо Ну так все-таки Какие пожелания Мы можем Оставить Нашим радиослушателям Исходя Из Тайны Сказок Пушкина Пожелания Во-первых Тем людям Которые Соблазнились Обладились Ну сейчас Чувствуют Трудности Каким-то Образом Извиниться Хотя бы В душе Перед народом Перед Богом Постараться Каким-то Образом Вернуть Эти Награбленные Деньги А тот Кто Страдал Но не упал Духом Чтобы он Еще Окреп Чтобы верил В свой народ В наше будущее Верил В своему пророку Пушкину Вот что Самое главное Для нас Чтобы нравственность В нас Нас Не оставляла Никогда И мы с вами Тогда 1256 лет Будем ведущими В мире Практически За этот срок Который Никому Не достается Кроме Русского народа Потому что Мы Начинаем И заканчиваем Восьмерку 40 тысяч лет Мы До Начала 40 тысяч После этого Получается Два раза По 628 лет Ведущим За это время В принципе Народ Снова будет Говорить На едином Русском языке Который Самый Богатый Ни одного Нет словаря Богаче Русского Которым Больше 200 тысяч До 500 тысяч Слов А другие Словари Очень Бедные Очень Бедные Есть Народы Которые Считаются Как бы Более Менее Нормальными Но 4000 2000 Слов Это Смешно Конечно Это Они Временно Вот Недавно Колыхнулись За 200 Лет Появился У них Язык А так Они Конечно Не представляли Ничего Они Должны Изучать Русский Не Отделяться А Смотри Украинцы Прибалты Только Свой Одном Языке Которая Была Посвящена Тайнам Сказок Пушкина И В заключении От себя Только Я могу Пожелать Всем Нашим Радиослушателям Добра Здравомыслия Надо Помнить Свои Корни Надо Избавляться От Вбросов Иностранщины Потому что Русский Язык Он Великий И могучий Во всех Смыслах Этого Слова На нем На этом Языке Говорили Величайшие Люди Нашего Времени И Те Которые Были До Нас Наши Предки Если Свой Родной Язык Мы Не Поддерживаем Мы Уничтожаем Себя Генетически Вот Об этом Надо Помнить Об этом Надо Знать Не Коверкайте Русский Язык Не Засоряйте Его Расчищайте Как это Требуется Делать В реке Когда Река Заиливается Ее Прочищают И река Опять Вас Радует Своей Водой Чистой Радует Живностью Которая У нее Есть Птицами Которые На ней Летают Свежим Воздухом И так Дальше И тому Подобное Вот Русский Язык Это Величайшая Река Нашего Всего Мира Которую Надо Содержать В порядке Совершенно Верно Вот В 1841 Или 46 Исследователь Русского Лукашевич Создал Такую Книгу Называется Чарамутия И вот Он Показывает Что Только Русский Язык Отличается От всех Тем Что У него Как бы Двойственное Влияние Происходит Когда Ты читаешь Слово Ты Видишь Образ Вот Слева Направо Прочел Перец Ну Прочел Образ ЦРП Вот Согласны ПРЦ Там ЦРП ЦРП Царапает То есть Свойства Дается И любое Слово Так Идет Сказка Там Или Что-то Еще И так Далее Все слова Любое Какое Вы не возьмете Русское Оно Имеет Двойственность Поэтому Всегда Надо Обращать Внимание Вперед Что Читаешь А обратно Оказывается И вот он Привел Несколько Примеров Показал Что Первый Изобретатель Русского Языка Был Непростой Человек Конечно Поэтому Он так Составил И Ни одного Слова Нет Просто Так Поэтому Нельзя Применять Иностранные Языки Мы Этим Самым Разрушаем Свою Матрицу Русскую А надо Успользовать Свой Русский Язык Вот Я В своих Книгах С 2007 Года Пишу Только На русском Языке Никаких Сносок Что Это Означает Слова Нет Только На русском Языке Поэтому Она И читается Легко Я Надеюсь Что Вы Увидите Прощаюсь С вами Друзья Мои Желаю Вам Всего Самого Доброго До Новых Встреч Услышимся Народное Славянское Радио Все Нужно Все Важно Добав Важно Субтитры